Есть два типа любви. Если вы проявляете первый тип любви правильно, вы относитесь к близкому человеку с большой добротой в сердце, то в этом случае второй тип любви, строгость, сможет быть доступен для вас. Но если вас не хватает в первом типе любви, тогда вы не сможете проявлять второй. Знаете, доброта всегда означает только одну вещь. То есть давать возможность человеку делать ошибки по отношению к вам. Например, он говорит, ой, мне это все невкусно. Мы должны сначала ему сказать, да, ты готовишь намного лучше, чем я. Спасибо тебе за это. А потом сказать, но в пище главное это не сочетание пропорций, а любовь. Я готовлюсь тебе любовью. Тебе с любовью на действие, что ты это почувствуешь и поймешь. Это уже воспитательный момент. Он может на это не среагировать, не понять это. Но со временем он все равно это поймет. Продолжать. А что, был вопрос продолжать или не продолжать? Дело в том, что Бог назвал мне такую возможность сейчас находиться дома и выполнять свои обязанности дома, в семье. Ну, выполнять. Не ходить на работу. Но это не приносит мне никакого обращения. Ну, тогда ходить на работу. Человек не должен делать то, что разрушает его жизнь. Если сидеть дома разрушает вашу жизнь, тогда лучше ходите на работу, но стремитесь больше выполнять свои обязанности. Пытайтесь понять, что человек должен жить устойчиво в жизни. Он не должен вышибать у себя из-под ног пол. Вы же таете психически, физически. Вы теряете силы. Эти силы не дают вам возможность убить близкого человека. Быть здоровой, счастливой. Так зачем тогда нужна такая жизнь? Если вы недоразвиток, как женщина, и не можете просто быть удовлетворённой дома, вас не хватает сил готовить, стирать, убирать, вам больше нравится работать, ничего страшного, молитесь, работайте над собой, развивайтесь. Придёт время, и вы осознаете себя, как женщина, и у вас больше появятся радости от домашних дел. Другими словами, найдите себя в жизни. То, на каком этапе вы стоите, но не отвергайте правильные вещи. При этом просто поймите, что не всегда человек всё может делать правильно сразу. Нужно просто развиваться.